МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Исполнитель желаний новому ледовому катку на Лыбецком бульваре перепады температур не страшны. По зову сердца, экс-зам главы городской администрации Владимир Бурмистров отправляет гуманитарку на Донбасс. Меры поддержки. Экономика Рязанской области выходит на новые рубежи. В предновогодние дни на почту Деда Мороза приходят сотни писем, в которых и ребятишки, и взрослые делятся своими самыми сокровенными желаниями. И очень много писем было о том, чтобы зимой, несмотря ни на какую погоду, можно было бы покататься на коньках. Дед Мороз желания ребят исполнил. На Лыбецком бульваре открылся новый каток, которому не страшны перепады погоды. На новом катке профессиональные рязанские фигуристки. В преддверии открытия они, что называется, тестируют лед. Выписывают спирали, крутят аксели, луцы. Тут и Ангелина Козырева, участница областных, межрегиональных и всероссийских соревнований по фигурному катанию, кандидат в мастера спорта. Валерия Костина, тоже кандидат в мастера спорта, участница финала спартакиада России, первенства России среди юниоров, чемпионат России. А вот и перворазрядница Екатерина Коровина, участница и победитель межрегиональных соревнований по фигурному катанию. На самом деле лед достаточно хороший, я думала, что будет хуже, но кататься было приятно, даже удобно. Для профессиональных фигуристов, может, немножечко не очень, а для, чтобы покататься, очень хороший. Фигуристок на катке сменили дети. Теперь лед предстояло исследовать им. Нареканий также нет. Хорошо, мне очень приятно кататься, красиво. Каток на Лыбецком бульваре один из самых качественных. Здесь искусственный лед, которому температура окружающей среды не страшна. Работать он будет в любую погоду, говорят в администрации. Работать он будет ежедневно с 11 утра до 22.00. Сеансы по 45 минут. Затем идет регулярно заливка в течение 30 минут. И, соответственно, ждет новых посетителей катка, также согласно сеансам. Подарок нашему городу сделали партнеры. Каток будет с 25 декабря по 8. Вход на каток будет бесплатный. Поэтому приглашаем наших горожан, гостей города, прийти, посмотреть город наш, прогуляться по Лыбецкому бульвару. И, соответственно, провести активно свой досуг, катаясь на коньках на нашем чудесном катке. Всего в Рязани будет функционировать 35 муниципальных катков. Открывать их будут по погоде. Самый большой каток площадью 75 на 100 метров зальют на футбольном поле детско-юношеской спортивной школы «Золотые купола» на Первомайском проспекте. Ледовые площадки в рамках проекта «Городской каток» появятся в лесопарке, на Лыбецком бульваре, в сквере Скобелева и ЦПКИО. У ДК «Приокский» на улице «Интернациональный». Так что активно отдохнуть можно будет в любой части города. Коммунальные службы Рязани продолжают ликвидировать последствия обильного снегопада. Глава городской администрации Елена Сорокина у себя на страничке в соцсети выложила видео работы грейдеров на центральных улицах. В ночь, написала она, работают 17 машин КДМ. Сделают два цикла. Первый цикл – грейдирование и посыпка. Второй – прометание проезжей части. Вместе с КДМ будут работать пять бригад. Это еще 16 единиц разной техники – снегопогрузчики, самосвалы, тракторы, щетки. Продолжают работать подрядные организации, в том числе в поселках. Это плюс 13 единиц техники, а также бригада рабочих по уборке остановок. Кроме того, по ее словам, в ночную смену выходит также бригада ручного труда. Благотворительный фонд «Мамино сердце» готовит новую гуманитарную поездку на Донбасс. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу сообщил председатель его попечительского совета Владимир Бурмистров. Экс-чиновник городской администрации уже и сам побывал с миссией в зоне СВО, а теперь старается охватить как можно больший круг пострадавших и беженцев. Попечительский совет благотворительного фонда «Мамино сердце» экс-замглавы Рязанской администрации Владимир Бурмистров возглавил совсем недавно, но его результативность уже сегодня не вызывает никаких вопросов. И те, кто приехал в Рязань, и те, кто все еще остаются на новых территориях – это наши люди. Им помощь и поддержка сегодня нужны как никогда. На территориях после прохождения военных действий ряд городов остались и люди остались в очень плачевном состоянии. Это финансовое, материальное состояние. Не хватает лекарств, медикаментов, средств личной гигиены. И эти люди по каким-то причинам уехать не могут оттуда на сегодняшний день. Там принимают решение остаться на этих территориях, и им надо помогать по этим категориям. Мы связываемся с местными администрациями, с военно-гражданскими администрациями. Общаемся, они дают нам заявки о потребности. Потом мы транслируем это здесь, начинаем собирать, сами вкладываем деньги в свои пожертвования. К вам приехали сегодня благотворительные помощи ребята из Рязани. Владимир Бурмистров организовали этот приезд, привезли детей. Таких эпизодов у фонда «Мамино сердце» уже несколько. Были уже поездки в Харьковскую область, Херсонскую. Везут самое необходимое. Кстати, про тех, кого эвакуировали, например, в Рязань, благотворители тоже не забывают. Мы взяли шефство, порядка 100 человек, из них 60 детей. Они находятся в двух пунктах временного размещения. Мы взяли над ними шефство, мы им собираем средства личной гигиены, мы лекарства передаем, одежду зачастую, и устраиваем мероприятия развлекательного характера для детей, мастер-классы, ходим, водим их в кинотеатры, в музеи, всякие спортивные мероприятия. Мы сегодня с ребятами готовим бельгийские вафли. Процесс можно посмотреть прямо сейчас. Мне очень радостно, что наша кофейня сотрудничает с фондом «Мамино сердце». Мне очень интересно участвовать в благотворительной премии «Березка», потому что каждый день с нами происходит что-то необыкновенное. Ребята готовят вафли, сами их украшают, сами готовили тесто. Рязанские предприниматели на зов «Маминого сердца» откликаются все чаще. Причем речь идет уже не столько о покупке товаров, сколько о сфере услуг и помощи в обычной жизни. Это рестораторы, это медицинские клиники, это парикмахеры, это профессиональные психологи, профессиональные юристы. То есть уже формируется такая команда волонтеров-единомышленников, которые болеют этой темой и готовы помогать. Это кинотеатр, это гостиничный комплекс. Я сейчас не буду конкретизировать, да, эта информация есть на сайте. Но действительно очень много людей начинает вовлекаться в эту работу и делают очень полезную, общественно полезную эту работу. Сегодня благотворительный фонд «Мамино сердце» готовит еще одну поездку с гуманитарным грузом в зону проведения СВО. Владимир Бурмистров готов ее возглавить, а еще экс-чиновник высказался по нынешнему положению дел в хозяйственной части Рязани и прокомментировал ситуацию с общественным транспортом. Все это и не только в программе «Городские встречи». Эфир в самое ближайшее время. Время массового снятия денег из банкоматов прошло. Рязанцы снова больше доверяют Безналу. За 9 месяцев этого года число операций по снятию банкнот снизилось на 6,6%. При этом число безналичных платежей выросло почти вдвое. Суммарный объем операций онлайн увеличился более чем в два раза и превысил 603 млрд рублей. Чаще всего потребители используют карты для оплаты товаров и услуг. Держатели платежных карт совершали в среднем 538 тысяч таких операций ежедневно. Средний чек при этом составлял 657 рублей. На начало октября у рязанцев на руках было около 2,5 млн платежных карт. Количество устройств, которые принимают карты, в Рязанской области тоже растет. В их число входят около полутора тысяч банкоматов и более 29 тысяч различных терминалов. Об этом сообщает Банк России. «Экономика нашего региона справляется со всеми вызовами. По абсолютному числу показателей мы находимся в ключевых трендах, а по ряду ключевых мы значительно выше среднероссийских значений». Об этом заявил министр экономического развития региона Андрей Варфоломеев на прямой линии. Глава ведомства в онлайн-режиме ответил на вопросы жителей о поддержке бизнеса и экономической ситуации в регионе. «Высоким показателям экономического развития регион обязан целому ряду причин. Диверсификация структуры экономики, развитый малый и средний бизнес, высокая доля производств с высокой добавленной стоимостью. Ну и, разумеется, эффективным мерам поддержки». Об этом заявил министр экономического развития региона Андрей Варфоломеев. Санкции мобилизации, конечно, тоже внесли свои коррективы. Но предприятия уже перестроили логистику и условия поставок сырья и материалов. Плюс работают над расширением и изменением рынков сбыта. «Что касается финансовой поддержки «Спектр», он очень широкий. Я как раз говорил, что нам необходимо работать в связке с предприятиями, чтобы обеспечить доступ к этим мерам поддержки. Ряд предприятий, потому что уже имеют хороший опыт применения, наша задача распространять на максимальное количество наших рязанских предприятий. Это субсидии, отраслевые субсидии по линии Минпромторга России. Это целевые субсидии Минпромторга России, которые предоставляются на продвижение продукции. Дополнительные механизмы помощи предусмотрены и для так называемых экономических кластеров. В Рязанской области их 8, а участниками являются больше 130 предприятий. Другое важное направление – это реализация нацпроекта «Производительность труда». В этом году показатель полностью выполнили все 76 предприятий, которые в нем принимали участие. Важный вопрос прямой линии – поддержка малого и среднего бизнеса. Основное звено здесь, заявил министр, это агентство развития бизнеса. Это консультационные, образовательные услуги, это сертификация, патентование, это инженерные услуги, это выставки бизнес-миссии и так далее. Но это еще агентство, которое, по сути, выстраивает траекторию развития вместе с предприятием. То же самое рассказывая о том, какие еще у нас есть меры поддержки по линии фондов. Фонд развития промышленности, опять же, Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства, фонд гарантийной поддержки и так далее. Коснулись и вопроса экспорта. Геополитическая обстановка определяет новые приоритеты. Сейчас упор сделан на страны Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ. Даже разработан региональный экспортный стандарт 2.0, который включает обязательные требования, соблюдаемые по всей стране. Рязанская область в пятерке лидеров по внедрению этого стандарта. От вопроса глобального перешли к локальному. Поддержка работы магазинов в сельской местности. Министр подчеркнул, что снабжение жителей товарами первой необходимости – ключевая задача. В сельской местности предприниматели от розничной торговли получают субсидии на приобретение оборудования, автотранспорта, нестационарных торговых объектов. Развивается и ярмарочная торговля. В прямом эфире речь шла также про развитие инвестиционной привлекательности районов. Андрей Варфоломеев рассказал, что в эту работу сегодня вовлечены все муниципалитеты без исключения. После Нового года нас ждет повышение цен, но не на все. Так какие же категории товаров могут порадовать своей стабильностью, а какие наоборот подорожают? Что нужно учесть, чтобы не переплатить? Попробуем предсказать. Покупательский спрос после пиковых декабрьских значений в январе обычно идет по нисходящей. И, как показывает практика, снижение цен на примерно продукты, пусть даже символическое, на 3-5% все-таки будет. Правда, ненадолго. Как известно, каждый год стоимость акцизов на ряд товаров идет вверх, отечественная продукция заканчивается, и ритейлеры вынуждены увеличивать закупки из-за рубежа. В основном речь идет об овощах и фруктах. То есть к концу января, по мнению экспертов, первые в среднем подорожают на 5%, фрукты – до 9%. Ну, это будет зависеть от логистики с местом закупки. В целом же подорожание коснется практически всех товаров продуктовой линейки, а также товаров первой необходимости и промышленных изделий. Рост налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль увеличит стоимость топлива, бензина и дизеля. А транспортные расходы несут, как известно, все организации, от ЭПК до ритейла. Во главе списка товаров на удорожание – кофе. Мясо и молочка прибавят на цифру инфляции, мука и хлеб, скорее всего, и того меньше. А вот с промышленными товарами не все будет так терпимо. Новые товары, бытовая техника и электроника уже в январе прибавят от 10%. А вот нишу иностранной обуви и одежды, скорее всего, заместят отечественные производители. Здесь большого скачка цен не ожидается, как и в строительной отрасли. Что-то, конечно, вырастет, но, например, металл, цементные смеси, железобетонные конструкции, а также строительные инструменты отечественных брендов в цене даже упадут. Как, кстати, и дерево, которое в этом году подешевело на 15%. А газоблок уже сегодня можно купить и за 3,5 тысячи рублей. По мебели ожидания тоже вполне сносные. Главное, говорят эксперты, следите за акциями и скидками. 2023-й на них будет особенно богат. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова